Родооборудование в том числе обязательно должно проходить сертификацию как рептографическое шахровальное оборудование. То есть каждая видеокарта, которая стоит по роду дата-центре, она должна также соответствовать требованиям по сертификации подобного рода. И это может быть в том числе очень интересным моментом в плане того, как он может обосновать платежи в пользу майнера за его услуги. То есть, в общем, у вас возникают услуги дата-центра. И то, что указы показывают услуги этого некого дата-центра, могут вам дать некую информацию, некое имущественное право на цифровые активы, которые были предоставлены в этих дата-центрах. Это если рассматривать, собственно, с юридической стороны моменты, связанные с манингом. Сейчас писались по криптографии. Ну, это уже, если говорить действительно про компанию, но, понимаете, я сейчас на каждой детали просто останавливаюсь, потому что выйдет очень долго, уже по времени очень долго. Если вопросы есть, давайте пройдёмся сейчас вместе по вопросам. Вы говорили про ICO, а если IEO, есть какие-то? Это очень интересно, на самом деле, по одной простой причине. Жалко, нельзя порисовать. Я вам объяснял с рисуночек. Вот, допустим, у вас есть ICO. Я вообще считаю, что ICO намного лучше, чем IEO, по одной простой причине. Когда мы говорим о проведении чего-то через биржу, надо понимать техническую сторону биржи. Они чаще всего принимают на один кошелёк, а отдают с другого. То есть средства, принятые на бирже, нельзя отследить таким же образом, как вы можете отследить на уровне ICO. На уровне ICO можете создать смарт-контракт. Плюсы, почему все выбирают IEO, это, на самом деле, из-за того же хайпа, почему все стали бояться ICO и теперь идут на IEO. Потому что фактически это то же самое, собрать публика побольше, просто через заверение о том, что якобы биржа проверила этот проект. На самом деле тот же самый BitForest у вас практически проверять не будет. То есть вы можете пойти на него, там, кайнил, вы можете взять и так далее. Решение есть по IEO. Проблема этих решений связана с тем, что в случае каких-либо вопросов к вам, вы не сможете обосновать происхождение средств. Даже если биржа про компании. Обязанность на компании висит на вас по происхождению этих средств. И если мы говорим о сборе средств в рамках механизмов ICO, то здесь можно понимать, что это все может реализовываться только под внутренние функциональные продукты. То есть если мы говорим о том, что вы получаете средства сегодня, а проектоваете через полгода, нет, это не работает. Формально у вас есть вот этот промежуток полгода, который фактически был тем, что вы приняли эти средства в управление. А там, дай бог знает, пойдет, не пойдет, залетит, не залетит. Следовательно, инвестирует. И подобного рода услуги, то есть в большинстве юрисдикций, которые сейчас принимают другую регуляторию, склоняются к тому, что все-таки функциональные продукты, если используются внутри системы, то это исключительно для внутренних программных продуктов. Если вы заходите на территорию, на которой уже работают, то у вас как минимум MVP должна эта система. Если мы заходим в сторону проектов, на которых такого рода решения нет, то даже не стоит туда подходить, лучше сразу идти в сторону других инструментов. Тем более у вас 17 июля на уровне ЕС есть прекрасное изменение, вы можете привлекать до миллиона вообще от ритейла, не от ритейла, без всяких ограничений, только с соблюдением определенных требований по МИСИ-2 местному регулирую. Если мы говорим о суммах больше, до 8 миллионов, то у вас есть упрощенная процедура проспекта с привлечением средств до 100 тысяч от квалифицированных инвесторов. То есть можно это сделать намного проще. И таким образом просто ICOшки, когда рассматривают концепцию ICOшки, не ICOшки, а IEOшки, а СТОшки, я считаю, что выбор у вас только один. Либо вы делаете просто продажу токенов, которые уже доступны в систему, но это больше для геймеров решений, то есть крипто-игры, крипто-казино, как внутренние фишки. И второй вариант – это если вы делаете классический правильный тест на уровне этой компании, как частное размещение под классные акции. То есть такого рода же истории вам позволяют прийти в США наше предыдущие. Можно фактический вопрос по получению лицензии имя? На русских понятных, что смотрят блок, поэтому приходится все время искать номинальный вакцин. К сожалению, это целая проблема. Завести деньги заранее, за свои годы, чтобы не возникли ощущения, нет ли у вас ощущения у профессионалов в юридической области, что последние месяцы ситуация здесь политическая, глобальная на планете упростилась, что можно ставить уже русских? Здесь и да, и нет на самом деле. Потому что русских почему здесь чаще всего берут, потому что им опыт позволяет еще. Чаще всего на имя кого угодно не берут. Там чаще всего все-таки люди с опытом. Один из главных критериев там в том числе опыт. То есть если по формальным критериям проходят, чаще всего поэтому на русского уже забывают, забивают. Во многом это связано с тем, что чаще всего там проекты, в которых русские участвуют, они выходят не пустыми на этот рынок. То есть то, что они с каким-то бородом так далее будут основать свою деятельность. С другой стороны, действительно, проблема СНГ-шности, здесь даже не русского, в СНГ-шности, происхождение одного из учредов, это compliance офицера, она может оказать серьезную проблему. Один из выходов это действительно в Энжин. В последние месяцы не возникло ощущение, что как-то на наших матчах смотреть полегче? У меня вот есть такое ощущение. На Кипре не особо. На Кипре не так. На самом деле, как смотрели в целом, так и смотрят. Есть, действительно, порядок клиентов стало проще получать. У нас прибавка просто как-то изменили отношения, а то они... Ну, с Прибалтикой, в данном случае, возможно, за уровни... И вот из-за газа там все вот это вот, нагнули... Я так скажу, по политическому вопросу я здесь просто не могу комментарий, не менее оправдать. По опыту, ну, действительно, наверное, все-таки чуть-чуть попроще стало. Но, я так скажу, если мы не говорим об инвестировании. С инвестированием, там, неликвидная недвижка, как всегда, является потом головной болью для того, для кого он учается. То есть, такого рода вопрос... Как были, сложные, так и остаются. То есть, в одном месте стало лучше, а в другом стало гораздо хуже. Потому что, ну, проблема, там, неликвидности недвижки, она стала в разы больше. По сравнению с вопросом, связанным. Тем, что проще было, там, и сложнее начать получить. Такое еще... Скажите, а майнеры сейчас в России могут продавать крипту как услугу дата-центра? Не совсем. Смотрите, вы не можете продавать крипту на территории Российской Федерации. Потому что она вне правоуслугу. Вам ничто не мешает продать услугу дата-центра в пользу компании за рубежом, которая уже продает крипту. Вот этот вариант для вас более-менее работает. То есть, именно с пользой компании... Майнер не майнит для себя формально в этой схеме. Он майнит в пользу другой компании за рубежом, которая по аудиту, то есть, по аудитной отчетности, по 38% по каким-нибудь циверным активам заводит. Скажите, пожалуйста, вы как-то с самого начала обшору все отсеяли, но тем не менее... Забудьте. Ну, нет, секундочку. Все. Я считаю, что все-все, но тем не менее, да, миллион каких-то европейских, дорогих решений, как там все лицензии сделать. Ну, схема с офшором получения на Форес счета, открытия счета, она работает с ЖКР в этом году и все нормально. Форес счет. Понимаете, здесь новое. То есть, мы открываем предположенную маршалу в компанию, на Белизе открываем счет, без проблем открываем счет, все на Форес. Вы открываете? И дальше на Форесе мы делаем, что хотим. Вы, просто вопрос, вы этим занимаетесь непосредственно? Непосредственно юристом, да. Удачи. 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 Я скажу так. Сколько денег завели? Сколько дальше будет? Мы как бы работаем, полгода, это обошлось в 10 раз, в 100 раз меньше, чем сумма по евреям, по европе, если с лицензиями делать. Мы принимаем деньги, мы продаем битки, и у нас все нормально. У нас есть ролик, да. На самом деле, у меня сейчас вопрос сорвали, действительно. Семь. И ролик, надеюсь, да. Семь. Ну, я вам, вот, у меня там, следующее выступление, семь процентов, я думаю, можно забыть про этот экономический смысл бизнеса. Ну, у всех он рад. Я так скажу, просто я с такого рода решениями не работаю, по той простой причине, что мы предоставляем чуть-чуть другого рода услуги. У нас они ориентированы на другой рынок, на других клиентов. У нас клиент больше ориентирован, ну, в операционной схеме. Поэтому, вот, подобно. Ну, он работает этот метод, там, или что-нибудь? Ну, нет, в теории, в теории работают. Просто с удовольствием работают. Понимаете? Не совсем, я так скажу. Это как с казино, на самом деле, у вас история. Ну, в принципе, все, что с форексом связано, это то же самое, что с казино. Пока у вас оборота объема нет, и вы неизвестное казино, всем плевать. Ну, когда вы найдете до более-менее хорошего объема, то, вот у меня из практики, что очень интересный был кейс. Ну, пришли, ночью прям спал в автомат. Понимаете, пришли? Да, потому что оборот, ночью настолько оборот определенного нужного не будет. Кому пришли? Ну, у человека, который занимался. Ну, номинал с европейским гражданством 200 долларов в месяц за оплату. Нет, номинал с европейским гражданством, там, я не знаю, есть даже несколько таких номиналов по именам. Я думаю, их тут многие в зале знают, англичан. С целой семьей они там работают, там, дочка, сын, жена. Я думаю, вы поняли о ком это, да? Да. Да. Кто, как бы, лица даже известные. Все понимают, что за ними стоят другие лица. Они, как номиналы, не особо будут париться по поводу того, чтобы других людей за ними следят. Да их тысяча из номиналов и ранее лица. Раньше это было тысячи, теперь это было безработным. Миллион таких островов, миллион всех тын, они стали безработными. Теперь они что сделали? Для того, чтобы работу себе снова создать, они требуют наличие экономического сабстанца с подтверждением наличия сотрудника. Вот он был номиналом, а теперь он стал сотрудником компании. Вот вам и вся история. Он из номинала просто стал теперь сотрудником наличия. Знаете, какая история? Вам надо постоянно, чтобы был рост объемов. Потому что, как только рост остановится, он запрещает. Это вопрос. Мы уже давно работаем. Ну, вы 100 тысяч долларов в сутки превысили, просто интересно. Что? 100 тысяч долларов в сутки. Точно, да? 100%. Слушайте, как это хорошо. Это странно. Значит, постоянно растут объемы. Поэтому на ваше рассмотрение я вам сказал, что вы делаете с трогом. Понимаете? Потому что у нас единственное, что получается, что нам надо открывать в месяц 2-3 компании, чтобы с таким объемом работать. Знаете? Потому что в любом... Потому что в любом... Вы сейчас ответили, собственно, на то, что просто не говорили. На каждой компании еще по 5 щитов мы открываем. Да. Ну, нет проблем. Но какая лицензия от этого не спасет. Потому что туда очень много троги есть. Это вас спасает до того момента? Вы за карту даете возможность людям покупать крипту. Ну, поверьте. До момента того, как у вас не заблочат сведения по бейникам, у вас их все равно нет будет. Разделяйте аффилированность. По IP-адресам могут даже управления. Я пытаюсь все делать. Все понятно. Просто у вас это все будет жить до того момента, пока по банкам не пройдет сведения все-таки о бейниках. Как только там засветится где-то бейники... Хорошо. Я вам больше скажу, они вообще в принципе тогда уже нигде считания откроют. Если вы, допустим, это было через Азию или Сингапур, то Сингапур вообще нигде больше в Азии, если проходит там от массы, уведомления, пересчеты, где-то. Мы вообще в принципе там уже где посчитаем откроются. То есть это постепенно, в том числе и блок по рынкам будет. То есть уже все, если там на Европе где-то засветились, засветились. Какой времени пройдет? Знаете, время понятие относительное все-таки. Компания больше, предположим, стоит... Ну, за 1000 евро я могу купить компанию со счетом. Еще за 100 долларов могу я сделать... А, но со счетом и номиналом в том числе вы имеете в виду? А, с номиналом. С номиналом. На кого счет записан? Это счет на компания... Ну, счет с номиналом, он на кого записан? Не вопрос вообще. Я буду там весь поиск продавать, и я прикручу к обменнику, и буду нормально работать. Прямо месяца три стабильно буду работать. Нет, я вам задаю просто классический вопрос. Все, кто обжигается от компании, знакомые считают. Это на кого записан счет? Чьи бабки? Я объясню. Счет на миллион западной Украины и людей, которые... Западной Украины. Но бенефициаром этого счета является кто? Вы или бенефициар западной Украины? Украины. Ну, а он пришел в банк. Закрыл ваш счет. Не закрыл ваш счет. Кому остались деньги по заходу? Имя. Понимаете, в данном случае мы уходим из юридической плоскости. Если вы деньги с крипты держатся на счете, там их копируете, то, может быть, вы этого поставите? Я так скажу. Если у вас каждый день заходы и уходы, как бы идет транзит постоянный, то вам вообще это нечего переживать? Я хочу оставить дискуссию в рамках юридического поля в данном случае. Потому что, если мы переходим в сторону неюридическую, здесь у нас возникают две категории очень доверчивых людей, которые очень сильно обжигаются на ICOшках и подобного рода инструментах. Это старики и бизнесмены. Потому что они очень доверчивы. И вы можете действительно предложить какого рода решения, но с юридической точки зрения такое решение, даже при всех вариантах, я не могу вам, если не подтвердить, не сказать, потому что это вне контекста. Расскажите, а вот, допустим, российская компания покупает услугу дата-центра с МДС? Еще раз зависит от того, какие договоры, кстати, и на каких режимах компаний. Ну вот, допустим, на общем обе, да? На общем, да. Но проблема, знаете, в чем снова же? Если по услугам, услуги вы платите в FIAT. Если что? Ну, НДС-то вы платите все равно в FIAT. И все остальное вы платите в FIAT. Ну, вы заплатили в FIAT, ЗУЗБУ, дата-центр. Они заплатили за электричество тоже с НДС. НДС писали. Вон, получилось, что как бы обналичили деньги в крипту. Это как бы еще работает? Я так скажу. Ректренируешь только не надо? Ну, нет. Тут чуть-чуть в другом, просто, на самом деле. Обнал – это история, когда у вас, ну, как минимум это слово возникает, уже. Поэтому я бы хотел заиментировать это. Потому что, я думаю, вы сами все понимаете. Ну да, нет. Там вопрос решается даже чаще всего незаконными методами. Если знаете, есть группа «Кровосток», она песня включает. У них была песня про того, кто крышевал. Я все знаю. Я думаю, это более оптимальный пример того, что бывает в каких случаях. Я, к сожалению, не могу читать комментариев. Это опыт юриста, да? Да. Не будем такие вопросы задавать. Юрист не комментирует такие темы. Чувакой суд? Так, спасибо за выступление. Поход.